Всем привет! Вы находитесь на канале Алена. И сегодня мое видео посвящено заказу по каталогу Фаберлик по четвертому каталогу. Начну с такой более большой, громоздкой подушки с наполнителем из лузги Гречихи. Вы знаете, я ее просто поставила. Сейчас я попробую видео приблизить, чтобы вы могли почитать. Но, в принципе, в каталоге все это есть. У меня заказывают ее первый раз. Вы знаете, вот сейчас еще приближу. Как раз, вот смотрите, очень хорошо видно. Кому интересно, он может поставить на паузу и, в принципе, почитать. У меня заказали подушку первый раз. Как бы никаких отзывов лично у меня и моих знакомых нет. В YouTube я видела много, много интересных. Я тоже думала, может быть, себе заказать. Но вот что-то пока не решилась. И могу, честно сказать, сразу почему. Она не той ширины и длины, которой мне нужно. У меня просто все наволочки 70 на 70 и все подушки. То есть это надо будет сейчас еще наволочки покупать. В общем, постельное белье. У меня другое комплекты подушек. Наволочек для подушек. Поэтому я, в общем-то, это меня немножко останавливало. Ну ладно, а подушки все. То есть это вот сейчас я вам покажу, что получила от Фаберлик. Ну, как всегда, начну с любимого дома Фаберлик. Потому что в этот раз у меня его очень мало. Это средство для духовок и плит. Ну, кто смотрит мои видео, все знают, что я его хвалю, что оно мне нравится, оно у меня есть дома. В общем-то, это то средство, которое, я думаю, что должна иметь каждая хозяйка. На самом деле, очень хорошо чистит, очень хорошо удаляет. Все чистенько, все свеженько. Нету резкого запаха. Конечно, если вы хотите сохранить руки такие не сухие, то лучше одевать перчатки. Я, честно сказать, убираюсь без перчаток. Не могу сказать, что у меня там что-то облазит, какая-то аллергия. Нет, у меня все нормально, слава богу, с руками. Но вот все равно лучше все-таки одевать перед употреблением всех химических средств перчатки. Их у меня в заказе два, два экземпляра. Это заказала Оленька. Оленька, привет, потому что была хорошая цена, 149 рублей. В общем-то, как-то вот два подряд они были по хорошей цене. Вообще, они в районе 200 рублей, редко-редко очень бывает на них скидка. Поэтому, когда есть скидка, естественно, все их берут. Что еще? Это спрей, антиналет для ванны душевых кабин. У меня, мою ванну, честно сказать, только берет для туалетов и берликовской. Больше ничего не берет. Она у меня уже достаточно старая с таким, знаете, ну, в общем, короче говоря, нету акрила. И, естественно, я взяла нет. Я взяла вот это вот средство не для ванн и душевых кабин, а хочу попробовать для плитки. Я в свое время сделала большую глупость, положила в ванне черную плитку. И, представляете, помылся, и на этой черной плитке идут такие вот белые налеты-разводы. Очень сложно все время их очищать. Хочу вот попробовать это средство. Заказали у меня, это уже вот заказали второго, Оленька у меня заказала. Еще раз тебе большой привет. В этот раз вот две. Одну взяла себе, естественно, на пробу, другую взяла вот по заказу. Была хорошая цена на зубные пасты. И тоже их у меня каждого вида по две. Не буду долго говорить. Здесь у меня вот цитрусовая зубная, свежая мята. Они все очень хорошие, на самом деле эффективные. Ну, если вы не пробовали, я вам советую попробовать. Вам очень понравится. И ягодная мята. Вот каждая у меня по две штуки. Ну, давайте по зубам. Прям вот коротко сегодня постараюсь видео снять покороче, потому что все пишут очень много, я разговариваю. Ну, девочки, ну что сделаешь? Ну, болтушка я. Здесь еще заказали зубную пасту, сочная вишня. Мне она тоже безумно нравится. Она у меня тоже всегда есть. Я ее держу всегда. И к ней был спрей. Вот такой вот. Многие мне пишут, что он никакой. Ну, что вы хотите от спрея? Естественно, он освежает дыхание на небольшой промежуток времени. Ну, тот, кто заказывал, она берет его не первый раз. Ей он нравится. Говорит, что освежает. Я покупала дочери, она тоже им пользуется. Ну, что могу сказать? Ну, не жалуется. Давайте скажем это так. А потом, знаете, все-таки мы все разные. Кому-то нравится красный цвет, а кому-то синий. Ну, вот кому-то нравится, кому-то нет. Вот те, кто заказывают, всем нравится. Да, вот как раз вот по поводу ополаскивателя, то есть, ну, спрея вернее. Вот мне, например, дочка говорит, что я бы мятный бы лучше. Ну, мятного так как нету. Ну, беру я и вишневый. Вишневый очень вкусный, сладкий. По крайней мере, на вкус. Давайте закончим с зубами. Зубная нить. То есть, в моем ассортименте она домашним тоже присутствует. Она есть. Мне она тоже нравится. Заявлено, конечно, что здесь пишется с мятным вкусом. Я, честно сказать, вкус у ней мятный. Не увидела, не почувствовала. И тут вы меня извините, но, увы, нет. С этим я, наверное, не совсем согласна. Ну, может быть, вот мне попала такая старая, хотя срок был тоже хороший. Не могу сказать. Я не чувствовала ни вкус, ни запах у мяты. Ну, никакой. А сама нить по себе очень хорошая. Следующая полость рта – это ополаскиватель для чувствительных зубов. Сейчас я вам покажу, чтобы было все видно. То есть, каждый, кто хочет, может посмотреть. На самом деле, он очень эффективный, потому что заказывает клиентка, которой настолько чувствительные зубы, что она не может дотронуться до них зубной щеткой. Она пользуется только ополаскивателями. И вот он ей безумно нравится. Она всегда довольна. Она уже его не первый раз заказывает. Говорит, что средство просто шикарнейшее. Значит, что следующее? Это шампунь. Шампунь «Эксперт» Фаберлик. Ну, вы тоже знаете, что я его часто заказываю. Это деликатное очищение. К нему же заказали кондиционер. Тоже такой, тоже шикарная вещь. Ну, я уже много видео о нем рассказывала, поэтому я сейчас просто коротенько пробегусь. Взяла себе шампунь для жирных и нормальных волос. В этот раз взяла один. А не знаю, почему, честно сказать. Ну, вот так как-то один. Обычно я их беру много. У меня запасов их сейчас нету. Так что я думаю, что, скорее всего, я закажу в следующий раз еще. Следующее, что это крем-маска для поврежденных волос. Тоже шикарнейшее средство. Девочки, кто не пробовал, тоже советую попробовать. И вот такой вот пробничек шампуня. Значит, что следующее? Я прям буквально быстренько. Это французский десерт пена для ванн. Знаете, она такая, ну, кремовая у ней достаточно основа. Очень вкусно пахнет. Такой, знаете, сладкий у ней аромат. Но я вообще люблю сладкие ароматы. Так, что теперь еще сделать? Сейчас, коротко, то, что обычно все показывают. Это влажные салфетки. Зимнические по 15 штук. Без спирта. Одни с алоем, другие с нежностью хлопка. Одни с хлопком, другие с алоем. Так, следующее, что? Средство для интимной гиены. Ну, я уже говорила, что эта серия такая очень качественная. Очень, ну, по цене не могу сказать, что дешевая. Ну, вот те, кто любит такой гипоаллергенные вещи, все очень ее хвалят. Тоже вот средство. Не дает ни сухости, ни раздражения, ничего. Хочу показать. В этот раз заказали вот такой вот набор духов. Заказали. Ну, единственное, что могу сказать, что, к сожалению, не могу их открыть. Я так понимаю, что заказали как в подарок к 8 марту. То здесь получается 5 видов флаконов с парфюмированной водой. Ну, согласитесь, красивая коробочка. Очень приятно будет подарить. Я так думаю, что вот, наверное, кто-то заказал в подарок. Что следующее? Серия Фаберлик Кардерика. Это дневной крем ультрапитания и ночной крем. Тоже ультрапитание для сухой кожи. Сейчас я вам покажу, как выглядят баночки. Вот так выглядит баночка. Это ночной крем. Ну, крышечку мы откроем. Ну, дальше, видите, вот здесь, а здесь что у нас? А здесь у нас крем. Аромата практически, честно сказать, никакого нет. Очень-очень тонкий. Та, которая заказывает, она вообще не любит запахи. Они ее раздражают. И вот ей этот крем очень нравится. Да, то есть это, как бы, почему открыли, потому что это крем заказала подруга. Она разрешает их открывать, показывать. Ну, это тоже, в принципе, такая же баночка. Серия. Кислородный бальзам, матирующий крем. Вот так вот он выглядит. Многие его хвалят. Я себе его еще не заказывала, не брала. Девочка тоже заказала его первый раз. После того, как она попробует, я, конечно, у нее узнаю. То есть, как им наносится на кожу, нравится, не нравится. Вот от компании Фиберлик. К сожалению, дальше не могу открыть его. Следующая идет, это у нас пудра бронзер. Ну, извините, вот как бы отсвечивает очень сильно. Вот пудра бронзер. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот так вот у меня такая тоже есть. Если вы смотрите мое видео, то как раз... Если вы смотрите мое видео, то как раз будете... Увидите, у меня такая тоже есть. Красивая очень пудра, красивые стенки. Ты заказала Оленька. Оленька, еще раз тебе привет. То есть, это вот поэтому я смело его, в общем-то, открываю. Еще что? Два лака для ногтей. Лак и кальцинированное молочко для ногтей. Там была цена хорошая. Один это покрытие. Лак, такой вот телесного цвета, такого незаметного. И второе укрепляющее средство, содержащее кальций. Очень оно у них хорошее. У меня тоже такое есть. Я тоже им люблю пользоваться. Но вообще мне нравится. Хорошо наносится, хорошо... Долго достаточно остаются, не трескаются. Что оставила напоследок. Заказали у меня одну воду. В прошлом заказе пришел пробничек фаберликовский от калории. И вот один у меня был в заказе, другой я заказала. Ну, вот так вот, чтобы было достоверно. Другой я заказала себе. Вот сейчас мы... Тот, что я заказала себе, мне очень понравился запах. Был такой, знаете, аромат. Я поняла, что в моей коллекции ароматов такого даже близко нету. Ну, короче говоря, в прошлом был пробничек. Я взяла и поняла, что в моей коллекции нету ничего похожего. Вы знаете, я даже не могу вам описать этот аромат. Вы знаете, вот был такой неповторимый аромат. Я попробовала пробник, вот чтобы было видно. Даже не знаю, как сделать. Вот так, наверное, флакончик. У него получается аромат такой вот цитрусовый. Но вот через какой-то промежуток времени он меняет. Прям буквально там считанные секунды. Получается какой-то мускус такой вот приятный. Очень немножко сладковатый. И, ну, честно сказать, описать очень сложно этот аромат. Я его, когда вот пробник получила, я понюхала, я поняла, что очень хочу. Потому что он настолько оригинальный, настолько, ну, как бы непонятный. То есть нету в моей коллекции даже близко ничего похожего. Естественно, я его заказала. Вот один был флакончик. Заказали у меня. А второй заказала я непосредственно для себя. Вот то, что я получила в своем заказе от компании Фаберли. У меня в этот раз заказ, ну, как бы небольшой. Потому что, знаете, что-то как-то у меня было плохо со временем. Некогда было дать кому-то что-то каталоги. И так вот чисто свои близлежащие подруги что-то заказали. На этом я заканчиваю свой обзор. С вами была Алена. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин